Без миллионных премий останутся чиновники Минюста. Кабмин ограничил максимальный размер наград для госисполнителей. Теперь эта сумма не должна превышать 308 тысяч гривен. Напомню, на днях и вокруг Министерства юстиции разразился скандал. Выяснилось, что за последние месяцы премии некоторых чиновников ведомства достигали миллионов гривен. Сверхдоходами уже заинтересовались в НАБУ. Больше в сюжете. 23 миллиона гривен премий за май и июнь получили шестеро госисполнителей и двое руководителей департаментов Минюста. Об этом удалось узнать благодаря запросу журналистов, поинтересовавшихся резким ростом доходов чиновников. Как видно из официального ответа, премии некоторых служащих от миллиона гривен. Больше всех получил Иман Нищадим. Почти 9 миллионов за два месяца. При том, что даже зарплата президента Украины 30 тысяч гривен. Такие цифры вызвали бурную реакцию украинцев. Вот цензурных слов я подобрать не могу. Вот просто не могу. Это просто, извините, это суцельное б***ство, вот таке чините. И еще в структуре Минюсту. Мают быть у людей певные моральные какие-то рамки. Что ты такого паскуда наробив, что ты себе 7 миллионов премий написал? После таких высловливаний, после такой позиции, ганебной работы министра юстиции, завтра мае бути постанова про відставку министра юстиции с ее посадок. В самом Минюсте сразу же оправдались. Мол, это не премии, а награды. По закону исполнители получают проценты от суммы денег, которые взыскали с должников и перечислили в бюджет. Якобы именно эти чиновники помогли вернуть государству целых 745 миллионов долгов. Но вот с кого именно стянули деньги, неизвестно. Этим уже заинтересовались в общественном совете при НАБУ. Глава, видя, что, например, там некое жирное, так называемое дело, он его расписывает себе, да, или там некому кругу близких товарищей, там 5-6 человек, которые могут и откатом поделиться, да, и как бы вот рассчитывать на определенные суммы. Либо второй сценарий. Это, ну, скажем так, искусственный междусобойщик, когда компания А подает в суд на компанию Б об истребовании огромной суммы денег. Просто из одного кармана деньги перекладываются в другой карман, а вот эта некая маржа, да, 2%, она достается госисполнителям. Сегодня ситуацию со сверхдоходами чиновников Минюста прокомментировал и премьер. Очевидно, что это была такая прогрессивная, которую допустили, и этим использовались выконавцы, приватные выконавцы. Конечно, эти деньги не имеют отношения к государственному бюджету, но вместе с этим должны быть ограниченные, розумные подходы. Я посмотрел, и коллеги, я думаю, видели, и все видели там цифры. Зрозумело было, что они захватываются. Ну, нужно сейчас быстренько управлять. Максимальный размер наград для госисполнителей Кабмин уже ограничил. Теперь это не больше 300 тысяч гривен. А вот откуда все-таки взялись 23 миллиона премий? И знал ли министр юстиции о таких зарплатах своих подчиненных? Теперь предстоит выяснить правоохранителям. Алексей Пшимыский, Владимир Самченко. Подробности – телеканал «Интер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова